Здравствуйте, друзья! Я продолжаю отвечать на вопросы, которые у нас публикуются на форуме залив.орг. И вот тут вопрос мне понравился. Очень нравится ваш канал. Спасибо. Думаю об иммиграции, но в США проблемно, а в Словению скучновато. Я, честно говоря, не знал, что в Словению легко иммигрировать. То есть, как бы тут сравнивается, что в США трудно пропасть, а в Словению как бы легко попасть, но там скучновато. Думаю, если я уеду из России, буду работать на стройке, бетон месить. Меня это не пугает. Ну, хорошо, я хочу сказать, что не знаю, как в Словении, но в США бетон месить не такая тяжелая работа. Все-таки эта техника делает не то, что там лопатой стоишь там в тазике или там в корыте. Но я не молод. Стоит ли пускаться во все тяжкие? Пока не могу понять. Еще раз спасибо. Я из того, что тут вот в этом вопросе прозвучало, я бы вот что сказал. Ровно год назад, ну почти год назад, вот 11 месяцев назад, мы с друзьями путешествовали по северной Италии, заехали в Австрию, оттуда приехали в Словению, в Любляну. И я совершенно очарован был, любляный. И я не знаю, с чего там скучно. Вот там в одну сторону бросил камень Италия, там город Триест. Ну и там дальше тоже, там еще часок проехать, два часа проехать. Это не то, что там, знаете, допустим, три дня на лошади скакать. Это все очень близко. И там вся Италия вообще перед вами. Потом, значит, это в одну сторону. В другую сторону там Австрия. А в третью сторону, да, значит, мы там попадаем в страны бывшей Югославии. То есть сказать, что там скучно, я даже не знаю. А где ж тогда нескучно-то? Это одно из самых нескучных мест вообще на планете, мне кажется. Там здорово. Это практически центр Европы, там все очень близко. Вот, я уже не говорю о том, что там и Швейцарию рукой подать, там и господи. Значит, если бы можно было легко поехать в Словению, так о чем вообще мечтать можно? Это близкий и по языку, и по ментальности народ. Вот, они чисто внешне, вот я бы сказал, ощущение такое полностью, что ты находишься где-то вот, ну вот, ну практически дома. Вот такие характерные славянские лица. Очень, очень приличные люди, очень, как сказать, с достоинством и простые одновременно, такие без понтов, без выпендрежа. Боже, если бы можно было жить в Словении, так как же можно не жить в Словении? Я, честно, я там не жил, но я так вот просто, у меня чисто поверхностные впечатления. Но сравнивая с тем, что там вокруг, там не может быть скучно. Там классно, там красиво. Я уже не говорю о том, что старая часть Любляны, это город, фактически еще такой, времен Австро-Венгрии. Он старинный, он красивейший. Это просто невозможно. Там вот можно сидеть на набережной всю жизнь, там и пить этот кофе, и получать удовольствие от того, что там сидишь и смотришь, значит, по сторонам и так далее. Это потрясающее место. То есть, я бы, например, даже и не сомневался. Все-таки потом, будучи частью Евросоюза, Словения дает больше социальной защищенности человеку, чем, допустим, вы могли бы рассчитывать в Соединенных Штатах. Там, может быть, так не заработаешь так круто, я не знаю, но во всяком случае, там ты снизу защищен больше. Кроме того, я думаю, что в экономическом плане Словения является таким очень интересным порталом для закачки сжиженного газа в европейские газопроводы. Я когда смотрел в ту сторону из Триеста, с итальянской стороны, там конца края не видно, значит, где там заканчиваются эти танкеры со сжиженным газом, которые стоят на разгрузку. И я думаю, что мы сейчас стоим на пороге очень серьезных перемен в газовой индустрии. В частности, я не думаю, что только из Соединенных Штатов газ пойдет, но сейчас вообще много производителей стало газа. Я вот недавно прочитал, что Израиль, то есть я читал, что пару лет назад где-то газ нашли в Средиземном море. Но вот я сейчас прочитал, что подписали договор, что Израиль будет газ поставлять в Египет, например. Там речь шла о том, чтобы построить газопровод в Грецию. То есть сейчас так много всего этого стало и меняется газовое хозяйство. Вот этот вот газ, который так добавляют, этот фрекинг. И Словения уже спозиционирована. Вот еще там не построили другие страны порталы для того, чтобы можно было там подключаться и гнать этот сжиженный газ. В Словении уже все есть. То есть я думаю, что экономически это должно очень хорошо, но не опухляет. Опять, я не специалист по экономике ни европейской, ни словенской. Ну, ни в каком виде. Но я так вот из самых общих соображений думаю, что там это неплохо все. Я уже не говорю о том, что если у вас есть постоянный такой статус в Словении, то, соответственно, вы можете жить в любой стране Евросоюза. Можете двинуться в Германию, можете во Францию, а можете в Голландию, куда захотите. Ну, не молод, значит, живите в Словении. Я бы с удовольствием жил в Словении, особенно если не молод. Значит, не нужно учить французский, не нужно учить немецкий. А вот можно так, ну, подхватить славянский, что намного проще. То есть я бы так сказал. Я двумя руками голосую за Словению. Если можете, вперед и расскажите нам тоже, напишите, как все получилось. И как, если вы знаете, как уехать в скучноватую Словению, я думаю, это очень-очень многих заинтересует. Вот начиная с меня и касаясь, и кончая очень многими зрителями нашего канала. Счастливо! Продолжение следует...